Всем привет! Сегодня у нас кое-что новенькое. Такого на моем канале еще не было. Что же это? А это гаджеты для кухни. Передо мной целых три больших коробки, в которых находятся разные штуки для кухни, поэтому сегодня будем их пробовать в деле. Посмотрим, действительно ли эти приспособления упрощают нам жизнь в приготовлении пищи. Кстати, именно от вас зависит, будет ли эта рубрика постоянной на моем канале. Если это видео наберет много комментариев и лайков, я, конечно же, продолжу такую тему, закажу еще более интересные гаджеты и будем вместе с вами их тестировать. А теперь погнали! Начнем с первой коробки. Это прибор для приготовления попкорна. Он идет с горячим воздухом. Обошелся он мне в 1140 рублей. С этой штукой якобы процесс приготовления попкорна проще, не нужно ждать у плиты. Просто закинули туда зернышки и потом забрали уже готовую тарелку с попкорном. Все очень просто и ни одна попкорненька не должна пригореть. Сейчас мы вместе с вами ее откроем и посмотрим, как же она выглядит вживую. Вот так здесь все упаковано в пакетик. Крышечка. И вот здесь все тоже упаковано в пленке. Итак, закрываем вот это все крышкой. Вот так этот стакашек должен выглядеть. Я думаю, не снесет ли наш попкорн эту крышку. А ложечка у нас кладется сюда. Засыпается попкорн и вот таким образом переворачивается. И получается наш попкорн летит вовнутрь этого агрегата. Я приготовила зерна для попкорна. И сейчас буду черпать вот этой ложечкой, которая тоже была в комплекте. Сразу же приготовила вот такую миску, куда должен, по идее, вываливаться попкорн. Теперь нажимаю кнопочку включения, которая находится вот здесь вот с краю. И будем зерна высыпать вовнутрь. Как будто фен шумит. Она сама двигается. Так, ну что, высыпаем? Ой, какая-то часть даже в эту миску вывалилась. Появляется уже аромат попкорна. Так, что-то шумит. Вау. Смотрите, прямо в миску. Класс. Класс. Прям вкусненько, вкусненько. Покажу вам поближе нашу церемонию попкорна. Он летит прямиком в тарелку, четко к цели. Но смотрите, оставшиеся ребята остались в западне, барахтаются, барахтаются, но выбраться не получается. Видите, остатки попкорна остатки попкорна, они остались там внутри. Если за этой штуковиной не смотреть, то, конечно же, они подгорают. Сейчас у меня уже, кстати, немножко запахло горелым от того, что они там остались. Я быстренько выключила все. Но вот этот попкорн просто идеальный, который сразу вывалился в тарелку. Она прям очень сейчас горячая, я даже не могу открыть вот эту крышку. Далее у нас идет вот такой приборчик. Это спиральная овощерезка. Вы можете даже по картинке понять, которая изображена на коробке, что именно она делает. Если вы когда-либо были на русском курорте, то наверняка вам знакомо такое блюдо, как картошка с паприкой, которая там продается на каждом углу. Эта картошка идет на деревянных шпажках, и как раз-таки ее можно приготовить с помощью вот такого вот интересного прибора. Обязательно в комментариях напишите, пробовали ли вы когда-нибудь такую картошку. Главное, чтобы я вот этой штукой себе пальцы случайно спиралькой не нашинковала. Стоила овощерезка 516 рублей. Вот так вот выглядит все в коробке. Я, если честно, боюсь подобных разных железяк. В комплекте идет еще вот такая ручка, крепится вот сюда. Думаю, мы походу разберемся, как она работает. Механизм тут явно не особо-то сложный. Пойдемте что-ли что-нибудь нарежем. Я взяла очищенную картошку, и первым делом нам нужно ее проткнуть шпажкой. Аккуратненько. Главное, сейчас руку мне не проткнуть. Видите, с краю у нас осталась вот такая пипка. Немножко ее отодвигаем. Вставляем сюда. Для шпажки здесь есть специальная дырочка. Вставляем ее сюда. Как бы еще попасть. Видите, она туда хорошо входит. Теперь эту картошку нам нужно хорошо зафиксировать. Поэтому прижимаем, чтобы вот эти вот штыри, которые торчат, они ее проткнули. Кстати, еще здесь имеет значение форма картошки, потому что, мне кажется, не каждую можно проткнуть. Один штырь проткнул, а другой ни черта. Потихонечку начинаем крутить ручку. Все ближе и ближе к лезвию. Попка картошины отвалилась. Смотрите, и он начинает резать ее спиралькой. Пока это, конечно, может быть не очень-то видно, но сейчас эту картошу мы расправим немного. Хотя не очень-то она и растягивается, если честно. Ради эксперимента решила картошку запечь в духовке. Ну, не пропадать же добру. Сверху нанесла немного масла, чтобы она была более хрустящая. И в конце еще приправы добавила. Вот что у меня в итоге получилось. Вообще, подобную картошку, по-моему, делают во фритюре. Она, конечно, выглядит не очень презентабельно. Видите, немного вся скукожилась. Но в целом я вам скажу, что очень даже вкусно вышло. Как вы считаете, полезна эта вещица или проще все-таки вручную порезать спиралькой? Ну и последняя коробка, мне кажется, самой интересной. Это аппарат для приготовления сладкой ваты. Смотрите, какая огромная коробка. Все свое детство я мечтала о таком аппарате. Но тогда я еще не предполагала, что он может быть таким маленьким. Да даже сейчас я рада, если честно. И мне прям интересно попробовать, получится у нас что-то или нет. Итак, это у нас самый дорогой гаджет. И цена его 1780 рублей. Это, походу, верхняя крышка у нас. Дальше, инструкция. Интересно, среди вас есть те, у кого от пенопласта, когда по нему вот так вот проводишь, появляются мурашки? Или напишите, от чего у вас мурашки? Особенно, когда пенопластом проводишь по коробке. Смотрите, какой он милашный. Оба, розовенький. Ну все. А, здесь еще, кстати, смотрите, что есть. Есть ложечка пластиковая, чтобы можно было ей дозировать сахар. И вот такие вот палочки, на которые мы будем накручивать эту сладкую вату. Она на колесиках. И внизу вот такие присоски, чтобы эта машинка не ерзала у нас по столу. Очень удобно. Вот так вот надевается сюда этот тазик. Берем одну палочку, заранее ее приготовим. И еще вот этой вот ложкой, которая была в комплекте с аппаратом для сладкой ваты, мы будем насыпать сахар вот сюда вот в серединку. Так. Мне кажется, сюда влезет ложки две, не больше. Главное не переборщить. Нужно дождаться, когда этот аппарат нагреется. И только потом уже должны появляться по краям лоскутки вот этой сладкой ваты, которые мы будем собирать палочкой. Осталось нажать на кнопочку, которая у нас сбоку находится. Я нажимаю. И он начинает крутиться. Вы слышите этот звук? У меня сейчас даже на лицо попала сахаринка. Смотрите, появилась у нас паутинка. Ура! Конечно, ее не так много появляется, но сейчас попробую ее намотать на эту палочку. Но ждать, конечно, долго пришлось, да? Но я рада, что она наконец-то заработала. Целый кокон. Класс! Ой, что-то она уже не крутится. Конечно, с таким аппаратом не получится за раз сделать огромный кокон ваты, который мы привыкли видеть. После включения сладкая паутинка появляется только примерно через 2-3 минуты, поэтому придется подождать. В общем, я сделала несколько таких коконов и угостила всю семью. Всем понравилось. Им интересно попробовать ее на вкус, будет ли она такая же. Абсолютно такая же сладкая вата, которую мы привыкли покупать. И вот эта штука вкусная делается из одного лишь сахара. Правда, мне нужно еще научиться нормально ее наматывать на палочку. А еще после приготовления ваты по краям остались вот такие вот штуковины из сахара. Можно даже сказать леденцы. Прям копия петушков на палочке из нашего детства. Наверняка среди вас найдутся те, кто их еще помнит. И на этом свое видео я буду заканчивать. Если вам понравилась такая идея, то обязательно пишите в комментариях. И, конечно же, ставьте видео лайк. Не забывайте смотреть мои предыдущие видео. Там тоже много всего интересного и полезного. С вами была ваша Танька Стрелова. Всех люблю и всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok